Иволга 2014 под Самарой. Вот уже на протяжении нескольких дней с начала форума саратовская молодежь защищает свои инновационные проекты. В этом году количество молодых изобретателей увеличилось вдвое. Самых достойных для участия в форуме выбирали почти два месяца. Свой нестандартный проект будущие участники Иволги презентовали оценочной комиссии и уже после отправляли на форум. Подробнее о том, как идет состязание, в сюжете Екатерина Ковальчук. Саратовская делегация на молодежном форуме стала одной из многочисленных. В числе 115 участников от нашего региона вошли студенты и молодежь, которая уже получила высшее образование и только начинает свой карьерный рост. Один из них – Глеб Покоев. Он создал проект по привлечению людей к проблеме загрязнения природы мусором из пластика. Инновацией его изобретения стал особый подход пропаганды. Об этой проблеме молодой человек заявляет, используя билборды и нестандартные электронные носители и приложения. Дети будут привлечены этим носителем и будут тянуть за собой взрослых. Соответственно, будет прививаться, естественно, привычка выкидывать пластиковый мусор отдельно от общего, потому что пластиковый мусор производится в больших количествах, разлакается он столетиями, а при сжигании выделяет опасные ядовитые вещества – диоксин. Молодежный форум Иволга на территории Самарской области проходит уже второй раз. В 2014-м его участниками стали почти 2000 человек со всех областей Приволжского федерального округа. По словам региональных чиновников, форум для молодежи не только своего рода конкурс. Иволга дает отличный шанс приобретения новых знаний и знакомств. Сегодня они общаются со сверстниками, с такими подготовленными студентами. Это тоже очень важно, что они говорят на одном языке. И нам очень важно, что, как сегодня они показывали себя, так же и учились многому соседям. Это тоже очень важно, потому что здесь очень интеллектуальная молодежь, очень активная молодежь. Та молодежь, за которой будущее, будущее нашей Саратовской области, будущее России. На суд жюри молодежного форума было представлено 82 проекта. В рамках ознакомления на Иволгу прибыла делегация из Китая. Чиновники из КНР планируют перенять русский опыт такого взаимодействия интеллектуальной молодежи со властью. Один из представителей делегации во время визита на Волгу был тронут за интересованностью молодежи в будущем страны. Как я только вошел на эту землю, вошел в этот лагерь, я сразу был тронут. Ваша дружба. Я просто погрузился и являюсь солидарным вашим папасом вашей энергии. По оценке специалистов, саратовские проекты могут стать одними из главных претендентов на получение гранта. В случае победы, помимо денежного вознаграждения, участники получат также путевки на молодежный образовательный форум «Селигер-2014», который пройдет в Тверской области уже в конце июля этого года.